всем привет еще раз продолжаем установку гбон от дастов 2.0 объем двигателя значит сегодня у нас врезка вакуума для моб датчика вот такой моб датчик напоминаю значит вот шланг который идет у нас на редуктор он уже туда соответственно пришел сейчас там не видно туда я подключил врезаться вот шланг который идет на наш коллектор значит врезаться буду вот здесь вот в центре смотрим для того чтобы врезаться стандартно берем шуруповерт сверлом 48 миллиметра у нас будет вот такой штуцер заранее надо примерить вот здесь не пойдет потому что он будет соответственно мешать чтобы достать если вдруг надо будет достать надо врезаться где-то вот здесь где-то вот так вот здесь и вот так так сейчас я еще посмотрю может можно где-то еще врезаться или может быть это уже есть врезка да нет ничего поехали ну как то так теперь нарезаем резьбу так Так, это был первый номер, и второй номер, я напоминаю, что нужно нарезать руками. Так, это не получится руками. Так, ну а дальше все просто. Берем наш штуцер, берем Виктор Рейнс, вы уже все видели с ролика про врезку в коллектор. Наносим Виктор Рейнс на резьбу. Тут как бы много и не надо, но и мало тоже не надо. Вы Виктор Рейнс сразу же закрывайте, потому что он вот этому Виктор Рейнсу уже два года. За счет того, что ему не даем. Так, снимайте перчатку. Ваша работа требует кропотливости. И скручиваем наш мат. Дальше берем ключик на 10, и предлагаем небольшое усилие. Дальше берем ключик на 8. А, здесь не на 10. Здесь нужно включить на 8. Не на 8 и не на 10, значит на 9. Друзья, я не знаю, у кого есть ключи на 9. Это конечно жесть, но у меня он есть. Вот он на 9. Ржавый, старый, но есть. В моем месте он не на 9. Это написано 9. Вот, показываю. Написано 9, но он не на 9. Вот, подошел который на 8. Без фанатизма. Без фанатизма. Все. Дальше пойдет уже срыв избы. Так, ну и что тут у нас получается. Ну, можно вот где-то так его и при. и еще чуть-чуть. Немножко водички для того, чтобы налез. Ну, а перед тем как его туда налазить, хомутик не забываем. Хомутик раз. Налез. Смотрите, прекрасно держится. Можно даже немножко переместить. Да, вот эту штуку я ее немножко отогнул. Вот так. Чтобы было все немножко в свободном варианте, да. Вот так. Смотрите как все здорово держится. Внимаем хомутик. Аккуратненько. Есть. Не забываем одеть обратно нашу фишку. Снимали мы ее просто для удобства. Это не обязательно делать. Все. Вот так врезается мат в центр с помощью Виктора Рейнса. Да, вот здесь вот Вики пережимает все равно, надо чтоб не пережимал. еще отогнуть. Вот так. О. Теперь не пережимает. Короче говоря, он может загибаться обратно, потому что он такой стальной. Надо будет контролировать. Если в дальнейшем будет пережимать, соответственно надо будет его подгибать, ну либо же придумать что-нибудь другое. У вас у всех есть смыкалка. Чем придумывать. Придумывать. Я решил так сделать. Такой короткий ролик. Поближе сейчас покажу. Как мы видим, не мешает нам достать свечной, если что, да и саму свечу. Ну и находится он в центре коллектора. Его нельзя врезать. Вот многие врезают его в один из цилиндров. Вот сюда, сюда, там куда-нибудь. Этого нельзя делать. Его надо врезать именно в центральный, в воздушный, в центральный воздух, так сказать, коллектора. Да. Вот у нас заслонка. Соответственно, вот между четырьмя цилиндрами стоит у нас вакуум. Ну, дальше на сенсор и пошел он на этот самый, на редуктор. Говорят, редуктор надо отдельно врезать. И отдельную для него делать, ну, магистраль. То есть, здесь два, да. Один на сенсор, второй на редуктор. Ну, херня все это у меня на Opel. Эта же вся система работала. Вот с такой врезкой, с такой последовательностью. И все было шикарно, замечательно. И не было никаких проблем. Все, всем удачи, спасибо. Пока. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует.